Доброе утро! Начало недели, новый влог. Покажу, как есть. Вот так вот я доскребаю баночку Эрбориан. Скоро совсем она будет в новом видео, пустые баночки. Не знаю, возможно, даже оно выйдет раньше, чем этот влог. Я такая смотрю, мажусь, выковыриваю тут всё старательно. Тут такой звук странный, как будто что-то пилится. Поворачиваю голову, а там просто мужик режет дерево и летят ветки. Сейчас это не так эпично, но момент, когда я повернула, тут просто огромная ветка прилетала мимо окна. Так, с чего я начинаю своё утро? Намазала с кремом, беру стопочку. Вы уже видели в прошлом влоге, что я купила масло. Вот это вот масло, ростков. Масло зародышей пшеницы. Поэтому сейчас мы будем наш утренний ритуал выполнять. Это уже, получается, третий день, когда я пью это масло. В прошлом влоге я не показала, как я его пила. Сейчас будем мешать вместе. Нужно где-то чайную ложку, но я вообще на глаз делаю. Примерно вот столько наливаю масла. Чайная ложка — это минимум. То есть, если больше, то норм. В девушке, у которой я увидела это, у меня прям целая вот эта рюмка заполнена. Поэтому если, ну как бы, организм переваривает, если не противно всё выпить, то можно и целую рюмку. Но я пока вот постольку наливаю. Сейчас ещё столько же лимона надо выдавить. Сейчас найду лимон. У меня уже всё полетело. В принципе, мне кажется, её будет более чем достаточно выжить. Заметьте, что мешаю деревянной ложкой, потому что в контакте с металлической, видимо, что-то окисляется, какие-то процессы нежелательно начинаются. Поэтому я слышала, что именно нужно либо дерево, либо пластик, но не металлическое. Сейчас вот я такой шотик себе домешаю и выпью. Пьём. Короче, я жду сейчас такси. Сейчас буду уже выходить. Собрала сумки. У меня, как всегда, первая половина дня на релаксе, а вторая просто супер сумасшедшая. Я реально все дела скинула просто на вторую половину дня. Но это, на самом деле, не только моя вина. Это просто реально обстоятельства так располагают, что все дела могут сосредоточиться. У меня сегодня только во второй половине дня. Мне сейчас очень много всего надо успеть. Я просто сейчас быстро еду домой, где у меня сейчас идёт ремонт. Как вы помните, там я должна очень быстро собрать лук, померить его на завтра. У меня завтра подружки ДРМ нужно будет красиво выглядеть, естественно. Я уже прикинула примерно, что я надену. Мне просто нужно это собрать. Ну, гладить. Ладно, это я поглажу тут потом вечером. Всё это собрать, примерить, быстро спуститься, принять поставку, ну, одного из поставщика марок, которые у меня представлены уходы для волос. Быстренько сбегать до СДЭКа. СДЭК у меня в доме, слава богу. Сформировать заказ одной из моих покупательниц, отправить ей его. Потом разложить всё по пакетам, поехать к себе на работу на Некрасова. Ещё одной покупательницы отправить курьера, вторая заберёт. Потом мне придёт на обзор украшения. Засниму в сторис. И здесь сюда тоже, наверное, выложу тоже этот обзорчик. И что мне ещё надо. Ну, и потом ко мне приедет клиентка. Ещё между этим желательно бы забрать, как-то пересечься с поставщиками пакетов для моих покупательниц. Потому что они тоже у меня вовремя закончились. У меня, как всегда, петух под жопу клюёт, как говорится. Вот когда вот уже всё, когда закончились, когда не во что складывать. Ну, нет, там всё равно ещё есть другие пакетики. Но я хотела мои чёрные, авторские, с наклейками. Вот такие пироги, в общем. Жду я такси. Сейчас поеду. И нужно это всё за эту половину дня сделать. Я, по-любому, ещё что-нибудь тут забыла, что мне надо успеть сделать. Так, я заехала домой. Мне сейчас нужно подготовить вещи, собрать лук на завтра. Я пока всё тут раскидаю на кровати. И мне через минуту уже будет звонить курьер, я так полагаю. Он уже подъезжает к дому. И я побегу за поставкой. Мне нужно ещё сюда к луку, который я предполагаю, что у меня завтра будет. Тут жакет, бодик, капронки мне нужно. И короткую юбку чёрную. Сейчас ищу её в шкафу. Просто уровень моей злости сейчас — это что-то. Мне курьер должен был подвезти. Эти заказы я быстро-быстро выбегала, чтобы их забрать. В итоге... Он, кстати, нажал «Закончить поездку». Я 3000 лет искала его номер, чтобы ему позвонить. Я ему ещё с таких-то втыкала. Просто. Он вообще не Бен, не Мэн по-русски. Он вообще просто ни хера не понимает. Я вам что-то говорю. Он не может прочитать название вывески магазина, который рядом. Кошмар какой-то. У меня сегодня эндурдом, походу, начинается. Ну, в общем, ладно. Я уже сразу взяла вторую часть заказа с собой. Метана в кармане. И бегу в СДЭК. Самое приятное. У меня развязался. Какой ужас. Сейчас. Ну, я метр пока что отрежу, мне кажется, хватит. Ладно. У вас до пункта выдача до двери? Да, до пункта выдача. Короче, говорила, что хорошо хотя бы, что у нас есть дед в доме. Не надо мне куда-то далеко ехать, чтобы отправить заказ. Но я сейчас пипец какая зла ещё. Почему? Потому что в СДЭКе просто охренели. Дальше там хотя бы были какие-то дополнительные плюшки, так скажем, бесплатные. То есть там пупырки вот эти вот, которые для сохранности заказов они клали, оборачивали. Баночки, условно, которые я отправляю. Про скользь я вообще ничего не говорю. Мне кажется, это по умолчанию должно быть бесплатно. И вообще даже в их интересах тоже, чтобы заказ нашёл в полной сохранности. А сейчас они сказали, я такую новость просто охренительную слышала, что у них метр этой пупырки стоит 50 рублей. Ну, это как бы оплачивает заказчик. И, возможно, для заказчика, для моих покупателей, 50 рублей, возможно, будет, ну, как бы, существенно. Не знаю, конечно, но... Вот это новость. И скотч, сказали, тоже платный теперь. Про скотч это вообще просто науку. Ладно, короче, всё, я отправила. Уже во дворе дома. Легу я домой. Мне нужно сейчас померить лук. Всё сложить. Я ещё не нашла юбку, которую хочу завтра найти. И меня это вводит в стресс, потому что я уже как-то у себя в голове это всё продумала. Сейчас надо будет либо менять... Ой, сори, я немножко считаю экран. Либо менять, либо чего. Не знаю. И ещё что-то мне надо было. А, ещё в течение получаса мне должен приехать курьер с чёрными пакетами. Девочки, просто настроение на грани нервного срыва. Или не девочки, если меня вдруг смотрят мальчики. У меня просто огроменная сумка чёрных пакетов. Ещё миллион других сумок. Также помните, да? Первый раз показываю вам. Это не с 11 этажа. Отсюда прям какая у нас там идёт стройка. И мне сейчас нужно искать такси со всеми сумками. Блядь, как я сейчас как сумасшедшая бегла по дому. У нас всё в грязи. В этой пыли ремонтной. В этих тапочках. Ничего не успевала. Меня ещё ждала уже женщина с этими пакетами. Просто трэш. Меня сегодня... Меня сегодня просто испытывают на прочность. Я уже на работе. Тут готовлю, собираю вещи для стори-тейлинга. Вещи, приготовила вещи. Ну, имею в виду шампуни. Сейчас буду записывать в другую социальную сеть. Разговорная история. Что я хотела сказать? Что я сейчас поняла, какая тупица. Вот. Вот это уведомление я сейчас увидела. У меня, оказывается, лежал заказ. И сейчас уже, видимо, второй пришёл. На СДЭКе. Я знала об этом. И думала, вот побегу в СДЭК. Как раз надо будет забрать заказ. Конечно же, я об этом забыла. В этой всей суматохе я просто последнее, о чём думала, это о своём заказе. Ну, я не знаю, когда ещё. В следующий раз, учитывая, как часто я приезжаю домой, в кавычках, когда идёт ремонт, когда я успею добраться до СДЭКа. Разве только если я эту модель попрошу забрать. Но не факт, что он тоже успеет. В общем, не люблю я, когда у меня долго где-то лежат на пунктах выдачи товара, которые я заказывала. Это прям вообще я терпеть не могу. Я хочу скорее, чтобы они доехали до меня. Они могут у меня лежать долго, я их не буду распаковывать тут же. Но, тем не менее, лучше пусть лежат у меня. Так, я уже распаковала украшения, которые сейчас снимала обзорчик. Поэтому сейчас просто вставлю сюда кадры, которые я снимала в другую социальную сеть в вертикальном формате. Я забыла, что я вам тоже пообещала показать это всё в распаковке в YouTube-влоге. Поэтому вырежу и покажу здесь кадрами. Думаю, вам тоже будет интересно. Утреннее включение следующего дня. У меня тут сборы в разгаре. Я часть волос уже на Dyson. У меня что-то сегодня язык заплетается. Вот, в общем, на Dyson я уже закрутила половину. Вероятность, что это будет держаться у меня на голове процента 2. Потому что у меня обычно всё быстро распадается. Ну, хотя бы будут кончики такие слегка подзавитые. Сзади уже лежит там часть одежды, которую я буду сегодня надевать. И макияжа ещё, естественно, как видите, нет. Поэтому я сейчас дозавью вот эту часть. Досушу на Dyson и пойду краситься. Мне сегодня как-то адски было тяжело надевать линзы. Вот, на самом деле, мне когда говорят, типа, сделай операцию, что-то мучаешься с этими линзами, я всегда отвечаю. Кстати, видите, какой у меня сегодня загар великолепный. Это я вчера вечером носила автозагар, естественно. Не сама такая смуглая. Но я просто кайфую, когда у меня цвет тела такой вот прям смугленький. Надеюсь, видно. В общем, что хотела сказать. Мне когда говорят, сделай операцию, я думаю, да зачем мне эту операцию? Я и так вообще нормально с линзами. Я линзы ношу уже 3000 лет. И надевать мне вообще их не проблема. Вообще всё мне очень легко. Раз-раз надела, и всё супер. Не хочу там подвергать себя какому-то риску, переживать. Разные бывают случаи. Вообще мне страшно. В общем, я думаю, что у меня вообще всё ок с линзами. Но бывают вот такие редкие дни, когда не всё ок, когда мне очень тяжело их надеть. Вот сегодня был такой день, что я прям, наверное, не знаю. Мне кажется, я полчаса сидела. Хотя линзы у меня обычно секунд пять занимают надеть. Тут я полчаса сидела, по тысяче раз снимала, промывала. Не поймёшь ещё той, не той стороной. Короче, очень долго я сегодня надевала линзы. Я уже испугалась, что мне придётся в очках идти. А я не хочу это делать. Блин, я такая смешная. Ладно, давайте уже вернусь к вам, когда я буду нормально выглядеть. Так, настроение сборы на праздничный завтрак. Я что-то чувствую, что у меня немножко кружится голова всё утро. Мне кажется, что у меня низкое давление. Или что-то вроде того. У меня недавно было какое-то очень гипернизкое давление. И поэтому после такого случая я стараюсь всегда его проверять. Поэтому я сейчас буду мерять давление. И потом уже всё. Надеваю всю одежду окончательно и распускаю волосы. Потому что уже я при макияже. Так, идём крестику. Туда в одну люкс, согласно, на частности всё. Это не меня. Это моё. Так, я заказала себе завтрак. Скрэмбл, там грибочки. Ну, я так понимаю, это у нас какой-то. Скорее всего, свинина. И я хотела заказать, как я обычно это делаю, фреш апельсиновый. Но апельсиновый не было. Поэтому я сделал и гриф крутой. Я снимаю. Так, десертик. Мне что-то не понравилось тут ни один десертик в меню. Поэтому я решила взять сырники. Чёрный десерт. С карамелью и грушей. Пока мы сидели на дне рождения, ко мне приехал мой обставщик. Довезла мне подарочек. Пакетик тимпанчиков и миниатюра. Сейчас, где она у меня там? Миниатюра масла для волос от Креми. Посмотрите мой влог. Польская встиг. Пастик-пастик. Всем привет. Надеюсь, Алина меня не вырежет из своего влога. Я считаю, что я оживляю ее влог. Как я там появляюсь, там начинаются всякие празднички. Типа босикать, бомжать, еще что-то. Это было в прошлом влоге. Короче, мы сегодня на моем дне рождения. С днем рождения, Алиса, так доходи. Дайте я Алину сниму, а то она только вокруг снимает. Это Алина. Вот такой у нее образ. Расстегни. Надо расстегивать. Тут у нее грудь такая распашечка. Вот. Не горбиси. Не горбиси. Вот такой у нее образ. Такие у нее вот обзорные образы. Такое у нее макияж. Здесь вот у нее хайлайтер. Грэмми. Киши. Ля-ля-ля. Покупайте Roger Rap. Так, доброе утро. 8 марта. Поздравили маму букетиком. Почему мне подарок дарить? Но я просто хотела показать вам, какая у нас пасть. 8 марта погода. Открываем. Просто январь. Снег валит. Все в снегу. Так, брат мне подарил подарок. Распаковываем. Спасибо большое. Это вещица из моего вишниста. Я ее заказывала. Ну, там еще много других вещей было. Но вот эти ампулы Марти Дерм я прям вообще очень не хотела. Спасибо большое. Так, с вами букетики я тоже получила. 101 тюльпанчик белый. Очень красиво. Я прям в восторге от этого нежного букета. Так, снимаем распаковку. Духов. Помните, я говорила во влоге, я не помню, я сказала, по-моему, об этом. В прошлом влоге, что когда я была на маникюре, я учуяла о том, форце Лиал Бланк. Он у меня раньше был в отливанте, и я его тоже захотела в полноразмере. Мечты забываются. Сейчас иду. Вот 8 марта получили свои подарки. И второе женским коллективом двойника вяжут. Смотрим. Смотрим новую серию Фишера. Просто хотела показать, сколько навалило снега по дикой 8 марта. Вроде уже начала весна наступать, но что-то пошло не туда. Мы просто решили дойти до магазина, с мамой выйти. Выглядим, как алкашки. Не надо меня снимать. Обычно все девушки 8 марта наряжаются, красятся. Я решила, что я не буду выходить сегодня из дома. В общем, мама нашла какой-то рецепт новый салата. Там черри, папайя, авокадо. Что-то еще, мам? Все, по-моему. Ну там, наверное, суть в заправке. Скажи, что в заправке. Бальзамический уксус, да? Оливковое масло, горчица и соевый соус. Вот такая вот заправочка. Сейчас посмотрим, будет вкусно или нет. Я вообще не очень люблю папайя. Не знаю, но мне кажется, что благодаря заправке вот этого там на дне будет вкусно. Я тут резала авокадо и отвлеклась на снятие видео. Мама же психанала, сама начала рецепт. Я прям еще психанала. Я такая психическая, да? Самое главное, забыли, самый главный ингредиент, который мама не сказала. Это сыр строчителло. Вот она вчера в сыроварне купила его. Сейчас его тоже будем. А как его тоже, крошить? Нет. А что? А он же жидкий такой. Просто положить и помешать. Все понятно. У нас еще одно авокадо. Я люблю. Вмешиваю, прочитаю его в салат. Ну, это все сыры любишь, мне кажется. Я не знаю, я никому не знаю, какие сыры ты не любишь. Я люблю, конечно, все сыры, но вот это прям... С голубой пищей ты не любишь, по-моему, да? Нет, да, с голубой не любишь. А я люблю. Ну, немного, так чуть-чуть любил. У нас еще с тобой этот остался. Камамбер? Да, камамбер растущий. Сейчас я положу все. Будет очень нежненько, вкусненько. У нас тут сборы мамы на вечеринку. Она будет сегодня вечером теснить с родителями Аделя. Поэтому она тут прихорашивается. Делаем ей кудри на Дайсон. Потом вот это вот все немножечко расчешем. И будет легкая укладка на Дайсон. Половки саппи у нас и Дайсон. Так, у нас последняя прядка. Вот, конечно, и Дайсон. Мама еще, конечно, не докрасилась. У нее губы еще не накрашены. Но, по-моему, это красота, да? Такая вот легкая укладочка, объемная. Как вам? Короче, что мы делаем? Мы вышли на балкон и смотрим на людей, у которых произошел такой небольшой форс-мажор. Сейчас вам покажу. Машина глюканула, и у них закрылись двери. А двигатель, видимо, работает. И передние колеса крутятся. И они не знают, что делать. Они пытаются разбить стекло. Стекло не разбивается. Они что-то залезают под машину. Я не знаю, как они решат эту ситуацию. Подойду через час, посмотрю, как они справляются. Это трэш реально. Вот кто бы мог подумать, что может просто заклинить машину. Все, они разбили стекло. Открыли дверь. Надеюсь, это их тачка, а не чужая. Решила включить вспышку, чтобы лучше было видно. В общем, у меня был виш-лист и на 8 марта, и на Новый год. Но на 8 марта он был совсем небольшой. Поэтому папа решил воспользоваться виш-листом с Нового года. И купил мне халатик. Белый банный халатик. Я прям очень хотела обновить свой банный халат. Он у меня был вообще уже в таком состоянии. Он, короче, прошел афганскую войну конкретно. Он был весь выцвевший. Там какие-то то ли кислоты, то ли что на него попадали из косметики. И там прям, знаете, как будто краска с него сошла. Он был синего цвета. Тем более, что у нас сейчас идет ремонт в ванной. Скоро совсем... Ну как скоро? Относительно, конечно, будет новая ванная комната. И буду там ходить в новом таком красивом махровом халатике. Я очень рада этому подарку. Вот честно, я прям прыгала от радости. Много ли для счастья надо? И просто хочу показать, что мне подарила моя Два Ника. Два Ника, кто не знает, это моя бабушка. В Татарстане у нас так называют бабушек. Это эгоист кофе в зернах, чтобы я могла себе кофе варить. Я кофе люблю крепкий, американо, эспрессо. Я всегда варю его в кофемашине кофе. И халву. Это моя слабость. Халву я частенько себе заказываю, покупаю. Я, конечно, очень от нее толстею. Но что поделать? Она это знает, поэтому купила мне две пачки халвы и кофе. Включение из утра следующего дня меня жутко рубит. Я так хочу спать. Я очень хочу спать. Я сейчас ехала в такси, и я просто понимала, что я закрываю глаза и отрубаюсь. Меня аж знобит от того, как я хочу спать. Что-то я вообще не выспалась. Хотя я легла, по-моему, в 11 или даже не было в 11. А встала в 6.30. Ну, на 6.05 я поставила будинку, в 6.30 встала. Я даже сходила в душ, выпила масло, как я обычно это делаю. И я думала, меня хоть это как-то взбодрит, но нет. Я просто, у меня глаза слипаются. Но я заехала на работу быстренько, буквально полчаса, выложить вещи, которые мне надо здесь оставить. И поеду на Пилатес. Потом днем уже вернусь на работу, в студию. Что я хотела показать. Вот у нас не особо погода нас радует. Погода такой себе слякоть, солнца нет. Это я к тому, что я сейчас подошла вплотную к окну, но на улице не солнечно. Учитывайте этот момент. Посмотрите, как у меня сияет кожа. Это, конечно, с прям вот грамулечкой тона. Вот прям чуть-чуть тона я наложила. Никаких хайлайтеров тут нет. Тут тон. Кремовый скульптор чуть-чуть я нанесла. Кремовые румяшки. Чуть-чуть я вот прям вот всего очень мало. Насколько сияет кожа. Я, конечно, вчера тут наковыряла немножко прыщи, но это нереально было не выдавить. Там прям была жуть, короче. Надо было выдавить. Это я себя оправдываю. Так делать не нужно, но это зависимость. С этим, наверное, можно работать. Но пока так, да? Что я хочу сказать? Это всё амбулы Марти Дерм. Вот я вчера попробовала эту амбулу одну пока и сегодня утром нанесла ее остаток. Вернее, не остаток, еще у меня чуть-чуть там осталось. Еще сегодня вечером нанесу, потому что там одну амбулу можно в течение суток расходовать. Так вот, я вчера показывала вам распаковки подарков. Брат мой мне подарил эти амбулы Марти Дерм. Я хотела их. Они были в вишлисте. Просто огонь! Вот честно, я не ожидала такого. Мне, конечно, одна моя клиентка, моя знакомая, рассказывала о том, какие они крутые. Мы с ней, она приходила ко мне на макияж. Мы с ней общались, разговаривали по поводу ухода, ее ухода. Я видела у нее, что она их использует. Вот это, конечно, вообще. Я у нее спрашивала ее мнение по поводу этих амбул. У меня устает одна рука, я поэтому периодически буду менять руки. В общем, я ее спросила, как ей эти амбулы, и она мне их очень похвалила. Я у нее спросила еще, как она относится к амбулам Бабор, пробовала ли она их, может быть, те даже лучше. Но она говорит, нет, Бабор все-таки, или Бабор, или Бабор, в общем, они все-таки больше похожи на сыворотку. То есть действие все-таки как плюс-минус от обычной сыворотки какой-нибудь хорошей. А тут прям какое-то выраженное совершенно другое действие. Ну и я поверила ей и тоже захотела. И вообще не разочаровалась. И я просто в шоке. Нет, честно, я в шоке от того, что с первого раза может быть настолько выраженный крутой результат. Это вот прям грамулечку тона. Я вот прям капельку тона разнесла по всему лицу. И настолько сияющая вообще. Я довольна. Короче, я себе прям нравлюсь. Учитывая, что я отвратительно себя чувствую. Что я очень хочу спать. Что меня рубит. Выгляжу очень свежо для таких ощущений. Как вы считаете? Видите результат, насколько сияет кожа? Я, конечно, любитель сияющей кожи. Я знаю, что есть девочки, которые любят больше матовую кожу. Я это знаю не понаслышке, потому что я работаю визажистом. И 50 на 50 половина девушек приходит и просит мне, пожалуйста, glow effect, сияющую кожу, здоровое сияние, больше хайлайтера и прочее. А половина девушек приходит с запросом на матовость. Никаких бликов, никаких блесток, никакого сияния. Только матовый финиш, обязательно пудру и прочее. Вот я вот в той категории, которая все-таки за сияние. Я очень люблю такое естественное сияние. Есть что-то стабильное в моих влогах. Это раз в неделю занятия по пилатусу. Раз в неделю я захожу, приезжаю на Чистопольску, и захожу сюда. Заходим. Короче, я приехала уже в центр, подхожу к ПП. Я думала, что я, как обычно, добегу до смородины, там позавтракаю. Но в смородине нет места. Потом позвонила в артель, там тоже нет места. Ну, потом уже позвонила в ПП. Тут места есть. Презабронировала. И сейчас буду тут обедать. И мне как раз Алиса написала, спросила, не свободна ли я на завтрак. У нее еще завтрак, у меня уже обед. И она, короче, тут сейчас сюда подъедет. Мой любимый столик свободен, угловой. Сидимся сюда. Традиционно покажу, что заказываю. Я сегодня хочу индейку кари. Это супер остренькое блюдо, но оно сыное. Я бы всего не хочу. Прям чувствую, что хочу. Кстати, посмотрите, какой тут сельный муд. Очень люблю по-моему, нарцессу. Я вас люблю сейчас сплетни и секреты рассказывать. Все, мы сейчас расскажем сплетни и секреты. Короче, я поела, но все еще тут, потому что прилетело несколько сервисов такси. Яндекс.Такси не работает. Не работает, не работает, по-моему, тоже не работает. Дети тоже не работают. А во всех остальных такси просто не находят машины. Красивый кедзик такой. В общем, кое-как с 500-ой попытки. Слава богу, я еще никуда не спешу. Мне нашлось такси. Не помню, какой есть. Сетевобил, что ли. Сейчас он едет. Он еще очень далеко от меня. Но выйду на улицу. Воздух не потушил. Я уже устала там сидеть. Я очень долго пыталась вызвать этот такси. Это вкусно. Елочка тут попутит. Шар. Интересный факт обо мне. Я все время таскаю с собой отливанты духов. Они всегда есть у меня в сумке. Вот, например, вот это я сейчас вытащила из своей сумки. Сейчас вам прям тут покажу. Близко на диванчике. Что у меня тут. Два из них, кстати, закончилось. Вообще, можно спокойно выкинуть. Я думаю, что такие вещи даже нет смысла класть в пустые баночки. В пакет с пустыми баночками, который будет на отдельном обзоре. Потому что они какие-то маленькие. Это как-то не очень информативно. Но вот к сведению, например. Здесь у меня был Атар Мус Кашемир. Аромат свежести. Обожаю. Я очень хочу этот аромат тоже в полноразмере. И пока у меня его нет в полноразмере, очевидно, что я буду... Я так сказала, очевидно. У меня время от времени как-то слова очень странно произносятся, протяжно. Потому что я речь не готовлю. Все говорю как есть. Первый дубль, в общем. Очевидно, что я буду заказывать снова в таком формате. Это, кстати, 5 мл. И... Блин, тут на упаковке ничего не наклеено. Но это была розовая молекула. Молекула не из вот этой линейки, где первая, вторая. Ну, кто разбирается в парфюме, поймет. Не из этой линии, а Зарко Парфюм, по-моему, называется. Вот этот парфюмерный дом. Вот у них есть розовая молекула. Такой запах шампанского, праздников, фруктов. Очень вкусный тоже. Мне он очень нравится. Дальше. Это молекула Эссентрик. Мне, если честно, я не очень люблю Эссентрик-версию. Она у меня почему-то ассоциируется с такой холодной осенью, с витерами. Почему-то, видимо, первый раз я попробовала именно в такой сезон. Но на мне это не сильно вкусно раскрывается. Как мне кажется, мне кажется, что на мне они пахнут морковкой. Морковкой, прямо такой натертой морковкой. На ком-то это вкуснее гораздо звучит. Но не на мне. Скорее всего, молекула Эссентрик... Я вообще ее не часто пользуюсь. Вообще просто по настроению. Просто она у меня тут полуполная такая. Ну, хотя нет, уже к концу подходит. Мне кажется, просто это... Сам тюбик потяжелее, чем остальные. В общем, я, скорее всего, ее пока повторять не буду. Нет, у меня настроение. Я люблю, если что, обычную молекулу вторую. Молекулу двойку. Не Эссентрик, а классическую. Вот у меня есть полноразмер, и я прям кайфую. И это также 5 миллилитров Джульетта Хазыган. Не помню, как называется версия. Сани Ап, что ли, что-то такое. Как-то так называется. Там и перчик, и кокос, и еще что-то. В общем, такой сладенький. Когда-то я его очень любила. Когда-то он мне прям безумно нравился. Каждый день на мне был. Но сейчас, в последнее время, что-то он мне поднадоел. И это уже не первая упаковка его вот такая вот в 5 миллилитрах. Я тоже несколько раз заказывала вот в таком формате этот парфюм. Но что-то в последнее время он мне поднадоел. Очень долго даже эти 5 миллилитров расходуются. Вот. Вообще, на самом деле, это то, что у меня в сумке. Дома у меня еще есть и другие ароматы. Периодически их кладу. Что-то заканчивается, что-то заново заказываю. Уже вечер. Я тут делаю бьюти-ритуалы. Маску нанесла. Кстати, тоже новая маска. Тоже подарок. Не показала распаковку. Решила, что пользуюсь. И потом уже резюмирую мое мнение. Покажу ее. Это не обычная глиняная маска. Там очень много нюансов. Она такая прикольная по консистенции. Кстати, уже она у меня начала подсыхать. Хоть я ее сбрызгивала. Уже пора идти смывать. Но она такая приятненькая. Поэтому ждите. Не знаю, в этом влоге. Возможно, в следующем подробнее покажу. У меня утро нового дня. И я хочу сказать, что вот это называется просто трабл. У меня закончилась моя любимая маска La Nesh. Я ее ищу уже где только возможно. Ее нет нигде. Раньше она стопудово была в Эльдебате. Пусть по конской цене, но хотя бы была. Сейчас там в таком формате и нет. Сейчас там только в формате блеска там есть. Я хочу именно вот в баночке. На маркетплейсах я не доверяю. Там по большей части подделки. Это очень подделываемый продукт. Я не хочу нарваться на подделку. В других магазинах. В одном из магазинов я нашла аромат грейпфрут. Но я хотела все-таки Берри. Мне что-то грейпфрут не сильно зашел. Берри больше гораздо мне нравится. И в основном маленький. А мне нужна была вот именно такая банка. Аромата Берри или любого другого. Но не грейпфрут. Какого-нибудь нового. Который я еще не пробовала условно. Нигде не могла найти. С божьей помощью нашла вчера. У одной девочки. В нашем казанском магазине. На складе. Последнюю штуку она мне отложила. В общем я сегодня должна ее забрать. И наконец-то у меня будет новая маска. Потому что тут уже даже выскапливать нечего. Я уже ногтями пытаюсь. Хоть чуть-чуть. Хоть граммулечку на губы нанести. Потому что это просто моя любовь. Если вы вдруг еще не пробовали вот эту маску. Для губ. Это лучше увлажняющее средство. Но пожалуйста заскриньте себе. Где-нибудь зафиксируйте. И попробуйте. Это реально любовь. Я уже много лет пользуюсь ей. Сначала покупала маленькие. Потом до меня дошло. Что есть вот такие большие упаковки. Только умоляю. Не покупайте на маркетплейсах. Найдите какой-нибудь более заслуживающий уважения. И доверия магазин. Я не говорю что. Wildberries и Ozone чем-то плохи. Но я часто тоже там что-то заказываю. Но вот именно маску La Nesh я бы там точно не стала заказывать. Что еще хочу сказать про это средство. Ну в общем-то и все. Это я приехала специально пораньше в студию. Хотела вам такую классную распаковку отснять. У меня носки со снеговиком. Это я у мамы забрала. Но. Вот вы слышите это. Все против меня. Я привезла такие прикольные штучки. Что мне пришло с Алика. Очень классные, красивые. Это же на знаках описать элементы декора для студии. Но. Я не могу описать распаковку. Потому что я не хочу чтобы был вот этот посторонний шум мерзкий. Вот это сверление. Ну это просто. Это ужасно. Поэтому эти заказчики остаются до лучших времен. Я тут кстати с подарочками к подружке. Сейчас мы с ней встретимся на обед. Это я ей на 8 марта презентик тут приготовила. Всякие штучки для ванн. Кстати у меня такая пена для ванн. Видели наверное как-то в распаковке. И такой нашумевший скраб. Сейчас покажу вам его. У меня у самой если честно его еще нет. Но я очень хочу и себе его тоже купить. Сейчас все о нем говорят. Что это аналог Калистара. Что он безумно крутой. Классно полирует тело. И с обильным маслом в составе. Я думаю что ей понравится. Она обожает принимать ванны. Она всякие такие штучки соли. Пенки для тела. Всякие штучки. Очень любит. Сейчас мы пойдем с ней на обед встретимся. Вот знаете я считаю что у людей. Кто профессионально занимается ремонтом. У них железные нервы. Я вот абсолютно честно. Я так считаю. Я не знаю. Это какой-то вообще. На мой взгляд это колоссальный другой склад характера. Я не знаю как это вообще возможно. Вот эту сверлежку. Сейчас на минуту прекратили сверлежку. Я уже считаю что я самый счастливый человек в жизни. Потому что я 15 минут вот это вот слушала. И мне реально плохо. У меня такое ощущение что у меня просто по нервам моим вот так вот скребут. У меня уже разболелась голова. Мне уже я не знаю. Мне уже плохо. Я хочу уже отсюда уйти. Но я просто не хочу сейчас заранее приезжать в ресторан. Потому что скорее всего там еще нет места. Потому что у нас ровно на 12 забронирован столько. Я раньше приду. Я буду что там просто стоять. Я не хочу. Поэтому я тут сижу еще жду. Время пока мне нужно будет выезжать. Но это уже к счастью минут через 10. Через 5-10 уже наверное надо будет выезжать. Опять и толчусь. В общем. Ладно я это 15 минут слушаю. Ладно я проезжаю домой. Да когда у меня сейчас дома идет ремонт. И он там сверлил по сути только первые там несколько дней. Когда был демонтаж. Когда он убирал эту плитку. Сейчас он по большей части стучит. Потому что он эту плитку кладет. Но я это все к чему. А люди кто профессионально занимается ремонтом. Они это слушают с утра до вечера. Они в общем-то этот звук создают. Но они же его слышат. Плюс они это слышат прям максимально близко. Да это не из другой комнаты. И они это слушают месяцами. Так как месяцами? Годами. Всю жизнь. Каждый день. У них один ремонт заканчивается. Другой начинается. И вот эта вот сверлежка постоянно. Мне кажется у них реально железные нервы. Я не знаю как вот это выносить постоянно. Вот это слушать. Это ужасно. Ну не знаю. Наверное они привыкли. Включение из отеля. Мы уже с Алиной встретились. И она себе заказала завтрак. Я просто хотела вам объяснять. Какой он красивый. Скрэмбл. Лосось, авокадо, вяльный томат и сам скрэмбл. Я вообще в отеле только гречку с завтраком беру. Максимум круассан. Но этот прям очень красивый. Надо его заполнить. А я жду как всегда свой цепленок. Рассказывай, рассказывай. Алина рассказывает легендарную историю, как у нее сперли вещи в лешечке, в пятерочке. И, короче, у меня забрала у нее очень много вкусняшек. Ага. И кошку с фаром за нее поставили. Танцовый. А где Армани? Козлы. Представляете, обманули, да, ребенка? Можно, кстати, сказать? Буань, Армани. Да, так вот эта степень стоит. Какие-то, наверное, мы сюда приехали в Доброе Духи Алине. Она хотела излиментированные вот этой скармешками коллекции. Да, мелочи Армани. А, это крем, это не маска. Тоже с календулой, да? Да, мне очень нравится. Это крем, а нужна маска. Печи есть, я не видела. Сейчас я тоже быстренько покажу, что мне Алина передала презентикам на 8 марта. Во-первых, это свеча. Мне кажется, вы могли видеть ее в прошлом влоге, когда мы с мамой были на шопинге и заходили в отдел. Забыл, как он называется. Сенсай, вот, все, вспомнила. Там мы как раз нюхали свечки, смотрели, что там есть. И вот эту кашемировую свечу я тоже выделила, что пахнет роскошью. Именно эту свечу мне Алина подарила. Она просто знала, что мне это понравится. И она мне тоже оттуда подарила такую штучку. Сюда можно положить салфетки, баночки. Я пока не решила, что я сюда буду складывать. В новую ванну поставлю. Конечно, наверное, все-таки это для салфеток. Я думаю, может быть, перейти с полотенец на такие бумажные салфеточки или как-нибудь красивенько с полотенчиками сюда вот так вот сложить для лица и поставить на рабочую поверхность, которая у меня там будет такая красивая. И из эпоксидной смолы такой вот блокнот с белыми чистыми листами. Очень красивый. Он такой под золото роскошный. Тоже она мне его подарила. Говорит, пусть он у тебя лежит на работе. Красивый так на столе. На моей столешнице рабочий под мрамор. И можно записывать моих покупателей. Сюда какие-нибудь заказы. В общем, такой чистый девичий подарок. Я вообще счастлива, довольна. Алина, кстати, тоже довольна подарком. Ну, я знала, в общем-то, что ей понравится. Я вам уже показала, что я ей подарила. Я знала, что ей это зайдет. Я тут приехала в место, где давно не была. У меня будет сейчас йога с новым тренером. И уходим. Давно. Такая лица, ну, уже можно подстроиться. В этом влоге уже в второй раз я выхожу из Сдека. Отправляла, как всегда, покупательницу в другой город. Ее заказ. Сейчас иду домой. Как всегда радуюсь, что Сдек у меня в моем доме. Хотела поделиться впечатлениями о йоге. На которую я сейчас ходила. Сейчас зайду во двор расскажу. Короче, на йогу я ходила в DreamStretch. Двум до этого тренерам. И первый тренер мне, в принципе, не нравился. Но она ушла оттуда. Второй тренер мне не нравилось. Мне не нравилось, что она, ну, как-то не особо располагала к себе. И было очень тяжело. Не то, что я боюсь тяжести. Просто я хотела больше расслабления. И как-то, я не знаю, больше какой-то нежной энергии. А она прям такая была. Как будто я на тяжелую атлетику пришла. А не на йогу. Ну и, не знаю, какая-то она не нравилась, короче, она мне. И вот туда, получается, пришла новая тренер. Сегодня первое занятие было с ней. И она мне прям понравилась. Она прям такая женственная, спокойная. Очень приятная, очень улыбчивая. Вот прям я зашла только в зал. И она уже меня встретила с улыбкой. Это очень к себе, конечно, располагает. И вообще от занятий я кайфанула. Я прям расслабилась. Нагрузка была средняя. Прям вообще идеально для меня то, что я жду от йоги. Выхожу к вам с финальным отрезком этого влога. Я сейчас снимала распаковку для другой социальной сети. Но вещи, которые мне пришли, они еще нуждаются в корректировке. Их еще там надо подвинтить. Где-то шурупчики подвинтить. Где-то что-то подклеить. Они пришли мне не в готовом виде. Поэтому смысла здесь показывать не вижу. Что хотела сказать? Как всегда, я оставила напоследок важные слова. Подписывайтесь на мой канал. Если вы смотрите это видео, значит, вам оно заведомо интересно. И мой контент будет только улучшаться, потому что я стараюсь прокачивать его качественно. Буду рада вашим лайкам. Буду рада любой обратной связи в комментариях. Поэтому не забывайте ставить колокольчик, пальчик вверх, как это говорится. И, конечно же, записать комментарий. Буду рада вас видеть в новых влогах и другого формата видео. Я надеюсь, что на следующей неделе мои руки дойдут до пустых баночек. И мы, наконец-то, сможем с вами посмотреть, что же у меня в пустых баночках накопилось. Поэтому всем спасибо за внимание. Жду вас в следующих влогах. Субтитры сделал DimaTorzok